Уход благ настоящих и будущих К скверным последствиям грехов относится и то, что они способствуют уходу уже имеющихся у человека благ и отрезают его от благ, которые к нему еще не пришли То есть, они прогоняют те, которые уже есть, и не дают приходить другим Ничто так не способствует сохранению благ, дарованных Всевышним, как покорность ему И ничто так не способствует их появлению, как покорность ему Ибо поистине то, что у него, можно приобрести лишь посредством покорности ему Всевышний Аллах создал для всего причины появления и исчезновения Причины обретения милости его, он сделал покорность ему А причины исчезновения или отсутствия их, ослушания его И если он желает, чтобы у его раба сохранились милости его Он внушает ему беречь их посредством покорности ему А если он желает лишить его их, он оставляет его без помощи И тот начинает ослушиваться Аллаха посредством этих милостей Остается лишь удивляться тому, что раб Аллаха знает об этом и на собственном и на чужом примере Видя это своими глазами и слыша истории тех, кто лишился милости Аллаха по причине ослушания Он знает это и продолжает грешить, как ни в чем не бывало Как будто он исключение из этого правила Как будто он особенный И как будто это касается кого угодно, только не его Какое же невежество хуже этого И какая несправедливость по отношению к самому себе хуже этой Решение же принимает Аллах, высокий, великий Отдаление ангелов от человека К скверным последствиям грехов относится и отдаление от раба Аллаха, покровителя его Самого полезного для него и чистосердечного по отношению к нему творения Тогда как счастье его в близости к нему Это приставленный к нему ангел В результате к нему приближается враг его Самое нечестное и вероломное по отношению к нему творение Самое вредоносное Это шайтан Когда раб Всевышнего ослушивается его Ангел отдаляется от него, соответственно, тяжести его греха И даже из-за одной, небольшой лжи Он отдаляется от человека на большое расстояние Если из-за одной такой лжи ангел настолько отдаляется от человека То что говорить о том случае, когда человек совершает гораздо более отвратительный и тяжкий грех Один из наших праведных предшественников сказал Когда вершится мужеложство, земля взывает к Аллаху и ангелы убегают к Господу своему Жалуясь ему на увиденное ими ужасное деяние Один из наших праведных предшественников сказал Когда раб Аллаха просыпается утром, к нему устремляется ангел и шайтан И если он помянул Аллаха, возвеличивая его Восхваляя и свидетельствуя о его единственности Ангел прогоняет шайтана и остается с человеком Если же он начинает свой день не с этого То ангел уходит, оставляя его шайтану Ангел приближается к рабу Аллаха таким образом Что в конце концов одерживает верх И ангелы остаются при нем в течение его жизни И на смертном адре, и после воскрешения Как сказал Всевышний Аллах Поистине к тем, которые сказали Наш Господь Аллах А потом были стойкими, следуя прямым путем Нисходят ангелы Не бойтесь и не печальтесь А возрадуйтесь раю, который был обещан вам Мы, ваши помощники Оберегающие и направляющие вас по велению Аллаха В земной и последней жизни Сура разъяснены, аяты 30, 31 Когда человека сопровождает по жизни ангел Это означает, что его сопровождает Самое чистосердечное, полезное, честное И благочестивое существо Которое поддерживает его, учит И придает ему сил и стойкости Всевышний Аллах сказал Вот твой Господь внушил ангелам Я с вами Укрепите тех, которые уверовали Сура добыча, аят 12 А когда к человеку приходит смерть Ангел говорит ему Не бойся и не печалься И возрадуйся ожидающему тебя благу Он укрепляет его твердым словом в те моменты Когда он более всего нуждается в этом В земной жизни, в предсмертный миг И во время допроса в могиле Нет для человека спутника полезнее ангела Ибо он, его помощник и хранитель во время бодрствования и сна В течение жизни, перед смертью и в могиле Он скрашивает его одиночество И становится его товарищем в уединении его И собеседником его в сознании его И он борется, защищая человека с врагом его Оберегая его и помогая ему против шайтана Обещает благо и радует его благой вестью о рае Ожидающем верующих И побуждает его верить в истину Об этом упоминается в предании, которое передается и как хадис Поистине к потомку Адама приходит внушение То от шайтана, то от ангела Только ангел приносит обещание блага И веру в истину А шайтан обещание зла И неверие в истину Привел Ат-Тирмизи Становясь все ближе к рабу Аллаха Ангел в конце концов начинает говорить устами его То есть подсказывает ему правильные слова Если же он отдаляется от человека То вместо него к нему приближается шайтан И начинает говорить устами его То есть подсказывать ему слова лживые, непристойные и омерзительные В итоге получается, что устами некоторых людей говорят ангелы А устами других шайтаны В предании говорится Поистине, неспосланное свыше спокойствие Говорит устами Омара Да будет доволен им Аллах Привел Ахмад Человек из числа наших праведных предшественников Слышал благое слово от праведного человека И говорил Не иначе как ангел подсказал тебе это А услышав нечто противоположное Он говорил Не иначе как шайтан внушил тебе это Ангел внушает и сердцу, и языку истину Тогда как шайтан внушает и сердцу, и языку ложное У языка много пороков И это хорошо понимали наши праведные предшественники Например, имам Аш-Шафи сказал своему другу о Раби О Раби, не говори о том, что тебя не касается Ибо поистине, когда ты произносишь слово То оно перестает быть твоим рабом А сам ты становишься его рабом А Аль-Фудель сказал Понимающий, что слова его являются частью его деяний Редко говорит о том, что его не касается Абдуллах ибн Масуд сказал Ничто так не заслуживает заключения в темницу, как язык Один из наших праведных предшественников также сказал «Язык подобен зверю, если ты не посадишь его на цепь, он нападет на тебя» К скверным последствиям грехов относится то, что они отдаляют от человека его покровителя Близость, соседство и расположение которого приносят ему счастье И приближают к нему врага его Близость и расположение которого несет ему несчастье и погибель И портит его Ангел защищает человека Когда какой-нибудь недалекий человек поступает с ним, как невежа, и поносит его Однажды в присутствии пророка Мир ему и благословение Аллаха Поспорили два человека И один из них принялся ругать другого А тот молчал Но в конце концов все-таки огрызнулся в ответ И тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, встал Тот человек спросил «О посланник Аллаха, почему ты встал, когда я ответил ему?» Он сказал «Ангел защищал тебя, а когда ты ответил, пришел шайтан И я не стал сидеть там» Передали Абу Дауд, Ахмад Когда мусульманин обращается к Аллаху с мольбой за брата своего в его отсутствие Ангел говорит «Амин» «И тебе да будет тоже» Привел муслим Абу Аддарда, да будет доволен им Аллах Передает, что он слышал, как посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Когда человек обращается к Аллаху с мольбой за своего отсутствующего брата Ангелы всегда говорят «Амин» «И тебе да будет тоже» Привел Абу Дауд Некоторые из наших праведных предшественников Желая обратиться к Аллаху с мольбой за себя Просили для своих братьев поверить то, что желали обрести сами Дабы ангелы просили Господа даровать им тоже И это способствовало получению ответа на мольбу Аун Аль Мабуд И когда мусульманин заканчивает читать Аль Фатиху Ангелы говорят «Амин» после его мольбы И когда верующий и исповедующий Единобожие Следующий пути Аллаха и сунни его посланника Мир ему и благословение Аллаха Совершает грех Носители трона и те, кто вокруг него И спрашивают у Аллаха прощения для него И если перед сном верующий совершает малое омовение То ангел остается при нем Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах Передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха Сказал Когда имам скажет Не тех, которые под гневом и незаблудших Скажите «Амин» Ибо поистине тому, кто произнесет его одновременно с ангелами Будут прощены его прежние прегрешения Передали Абу Дауд, Аль Бухари, Муслим Всевышний Аллах сказал Те, которые несут трон И те, которые вокруг него Прославляют хвалой своего Господа Веруют в него И просят прощения для верующих Господь наш Ты объял всякую вещь милостью и знанием Прости же тех, которые раскаялись И последовали твоим путем И защити их от мучений в аду Сура прощающий, аят седьмой Ангел верующего защищает его Борется от его имени и оберегает его Обучает его Поддерживает и поощряет его И не пристало ему быть скверным соседом и спутником для этого ангела Причинять ему беспокойство Прогонять и отдалять его от себя Ведь он, его гость и сосед И если вера предполагает гостеприимство И добрососедство по отношению к представителям рода человеческого То что говорить о таких дорогих гостях И о столь прекрасных и благочестивых соседях Как ангелы Когда человек обижает и тревожит ангела Посредством разных грехов Проявлений несправедливости и мерзостей Тот обращается к Господу с мольбой против него Говоря Да не воздаст Аллах тебе благом А когда он оказывает ему почет Посредством покорности Аллаху и благодеяния Ангел обращается к Аллаху С добрыми мольбами за него Один из сподвижников Да будет доволен Аллах ими всеми Сказал Поистине с вами те, кто не покидает вас Так проявляйте же стыдливость И оказывайте им почет Кто же заслуживает большего порицания Чем тот, кто не испытывает стыдливости Перед благородным и великим Не уважает и не почитает его Всевышний Аллах указал на это в своих словах Поистине над вами есть хранители Благородные песцы Которые знают все, что вы совершаете Сура раскалывания, аяты 10-12 То есть будьте стыдливы по отношению К этим благородным хранителям И оказывайте им почет Избегая показывать им поступки Которые вы стыдитесь показывать себе подобным Ангелам неприятно то же, что неприятно и людям И если людям причиняет беспокойство Тот, кто творит нечестие и ослушивается Аллаха У них на глазах Даже если сами они делают то же, что и он То что говорить об ангелах Этих благородных песцах А Аллах тот, кого просят о помощи